доброе утро бой в мышцах нарушение сна и памяти снижение аппетита все это могут быть симптомы фибромиологии которые подвержены больше женщины чем мужчины почему так происходит и как бороться с этим заболеванием сегодня спросим у нашего эксперта про фибромиологию нам сегодня расскажет врач-невролог воеводкина светлана юрьевна доброе утро доброе утро что такое фибромиология и почему многие говорят что этого заболевания совсем не существует фибромиология это хроническое заболевание она мультисимптомная а вот и характеризуется диффузной чаще всего симметричной болью скелетном мышечной и воспалительного характера также может сопровождается быстрой утомляемостью нарушением сна и может нарушаться когнитивные функции то есть рассеянность внимания внимательность страдает в любом случае если боль упорная она существует уже длительно вы как-то предпринимали какие-то самостоятельные попытки лечения но при этом она не уходит конечно же нужно обратиться к специалисту для того чтобы провести диагностику и поставить верный диагноз есть ли какая-то опасность данного заболевания или нет заболевание которое не существует не может быть опасным но все же это заболевание выделяется в международной классификации болезней как самостоятельная нозология да некоторые специалисты считают что как бы такого заболевания нет и это связано с тем что при каких-то современных методах исследования никаких воспалительных процессов никаких изменений во внутренних органов мы не находим данное заболевание одно диагностируется достаточно сложно и требует мульти дисциплинарного подхода то есть не один врач диагностирует это заболевание то есть это может быть невролог ревматолог при этом психотерапевт поэтому заболевание сложное в диагностике почему вообще появляется фибромиологии если какие-то причины возникновения точных причин пока мы не знаем но существует это уже известно что есть предрасположенность наследственная а факторы окружающей среды они являются как провоцирующие факторы то есть это может быть стресс это может быть какие-то травмы это может быть какие-то инфекционные заболевания которые уже накладываясь на наследственную предрасположенность могут привести к развитию данного заболевания данное заболевание может как-то повлиять на повседневную жизнь или нет так как данное заболевание ведущим симптомом его является боль причем хроническая боль которая длится там до трех не менее трех месяцев конечно же это очень сильно беспокоит пациентов потому что эта боль она изнуряющая то есть пациенты мучаются при этом интенсивность боли может быть не очень большая но переносимость этой боли она не очень хорошая поэтому соответственно длительное наличие боли конечно же влияет на пас не только на повседневную жизнь но и на трудовую деятельность есть мнение что этому заболеванию чаще подвержены женщины чем мужчины это так да при этом заболевание чаще все-таки страдают женщины при этом частота в 7-10 раз чаще чем мужчин я думаю что все же это связано больше с более выраженной эмоциональность у женщин они больше подвержены каким-то стрессовым ситуациям поэтому частота этого заболевания выше у них и раз уж это заболевание выделяют как отдельное заболевание то наверняка его нужно как-то лечить как это сделать как правильно лечению одно скажем так поддается но достаточно тоже сложно существует как не медикаментозные методы лечения так и медикаментозные методы лечения не медикаментозным методом относится конечно же физкультура то есть активный образ жизни и при этом занятия с психологом так называемая когнитивно-поведенческая терапия ну и медикаментозное лечение конечно же должен подобрать врач в индивидуальном порядке огромное вам спасибо не занимайтесь самолечением и вовремя обращайтесь к специалисту сегодня мы рассказали что такое фибромиологии почему она появляется при характерных симптомах о которых сегодня рассказал врач обратитесь к доктору и не занимайтесь самолечением а также берегите себя и будьте здоровы